Всем привет вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о Карибском море. Что мы знаем о нем, что это пираты и сокровища. Многие кто любит путешествовать был на Кубе и Доминикане. А кто увлекается музыкой и растениями знает о Ямайке и о легендарном Бобби Марле. А кто постарше жил и пережил Карибский кризис. И все это дорогие друзья Карибское море. Одно из загадочных и красивейших тропических морей на нашей планете и о котором хотелось бы узнать побольше информации. Поехали. И сначала мы разберемся где оно находится. Карибское море это окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана. Находится между 9 и 22 градусом северной широты и между 89 и 60 градусом западной долготы. На западе и юге оно ограничено побережьем Центральной и Южной Америки. На севере и востоке сухопутной границей служат большие и малые Антильские острова. Через Юкатанский залив на северо-западе соединяется с Мексиканским заливом. А через Искусственный Панамский канал на юго-западе с Тихим океаном. Карибское море не маленькое и входит в десятку самых больших морей планеты Земля. Площадь составляет 2 753 000 квадратных километров, а объем 686 000 кубических километров. Максимальная глубина Карибского моря 7 686 метров. Это желоб Кайман. Средняя глубина составляет 2,5 километра. Средняя соленость воды 36 промилле и это значение меньше, чем у Красного, но почти в два раза больше, чем у Черного моря. К концу лета соленость уменьшается на 1 промилле благодаря обильным осадкам и пресным речным стокам. Море располагается на Карибской литосферной плите и, являясь одним из крупнейших морей переходной зоны, отделена от океана несколькими разновозрастными островными дугами. Самая молодая из них проходит по малым Антильским островам. От Виргинских островов на северо-западе до острова Тринидад у берегов Венесуэлы. Эта дуга образовалась при столкновении Карибской плиты с Южноамериканской плитой и включает в себя действующие потухшие вулканы. Поверхность Карибской плиты разделена на 5 котловин — Гренадскую, Венесуэльскую, Колумбийскую, Кайманову и Юкатанские впадины. Они разделены подводными хребтами — Авис, Беата и Никарагуанским поднятием. В гряде Больших Антильских островов имеется два глубоких прохода — пролив Аннигада и Наветренный пролив. Глубина пролива Аннигада изменяется от 1950 до 2350 метров, Наветренного пролива — от 1600 до 1630 метров. Карибское море омывает берега многих государств. Только вдоль побережья материка расположено целых 9. Это Мексика, Белис, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия и Венесуэла. На море стран еще больше, так как многие из островов являются отдельными независимыми государствами. Это республика Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико, Тринидад и Табаго, Гваделупа, Доминика, Кюрасао, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренадин и Виргинские острова, Гренадо, Кайман, Невис, Аруба, Ангилья, Монсеррат, Сент-Мартин, Сент-Бартеломи и государства Антильских островов. А на острове Гаити целых две страны. Это Гаити и Доминиканская республика. Как мы заметили, в Карибском море очень много островов. И это правда. По подсчетам их около 700. Общая площадь всех островов составляет 244 900 квадратных километров и у них есть определенная систематика. Самые большие из них это Антильские и Багамские острова. Антильские подразделяются на Большие Антильские и Малые Антильские острова. Большие Антильские острова лежат на северной границе Карибского моря и включают четыре крупных острова Куба, Ямайка, Гаити и Пуэрто-Рико и архипелаги Лос-Канареос и Хардинес-де-Ла-Рейна. Малые Антильские острова по отношению к северо-западному пассату в свою очередь делятся на наветренные и подветренные. Группа наветренных островов расположилась на востоке Карибского моря и состоит примерно из 50 островов кораллового и вулканического происхождения. Самые крупные из них Сент-Люсея, Доминика, Барбадос, Бастер, Грантер, Мартиника, Сент-Винсент, Антигуа, Гренада, Монсеррат, Мари-Галланд, Сент-Китс, Барбуда, Сент-Мартин и Виргинские острова. Подветренные Южно-Антильские острова лежат вдоль побережья Южной Америки. В их состав входят архипелаги Лос-Рокес и Лас-Авес, острова Аруба, Кюрасао, Маргарита, Бон-Айре и группа меньших по площади островов. Еще к Маломантильским островам относят острова Тринидад и Табага, хотя по своему происхождению они отличаются от остальных островов архипелага и находятся на континентальном шельфе Южной Америки. Табага — остров вулканического происхождения, а Тринидад первоначально был частью материка. На западе Карибского моря расположились Каймановы острова, в состав которых входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. К северу от Карибского моря расположились Багамские острова и тут уже идут разногласия. Кто-то относит Багамы к бассейну Карибского моря, но судя по карте фактически они омываются водами Атлантического океана. Ну что же, с островами разобрались, пора бы узнать тепло ли там и нужен ли пуховик время от времени. Но нет, теплая одежда — это не про Карибы. Карибский климат характеризуется малой сезонной изменчивостью. Круглый год здесь стоит мягкая теплая погода. Связано это с тем, что Карибское море лежит на экваторе, в зоне посадной циркуляции атмосферы. И средняя температура воздуха зимой плюс 26, а летом плюс 29. И это дорогие друзья в тени, а на солнце припекает будь здоров. Наиболее обильные осадки выпадают на западе и с запада на восток их количество уменьшается. Лидер по количеству среднемесячных осадков — побережье Панамы. А меньше всего осадков выпадает зимой на побережье Кубы. Над акваторией Карибского моря господствуют северо-восточные пассаты. И время от времени на Карибское море обрушиваются тропические ураганы. Скорость ветра при этом достигает 40-60 метров в секунду. Сезон атлантических ураганов длится с июня по ноябрь. И если учесть, что карибские ураганы отличаются невероятно злой и разрушительной силой, жителям карибов не позавидуешь. Так а что такое ураган? Давайте разберемся. И начнем мы с того, что ураган — это циклон. А циклон — это огромный атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре, вращающийся против часовой стрелки. Циклоны сопровождаются шквалистым ветром, сильными ливнями, грозами. Циклону с низкой интенсивностью присвоили термин «тропическая депрессия». Циклон, который набрал скорость более 64 километров в час, получает статус тропического шторма. А если более 120 километров в час — урагана. Зарождается ураган у берегов Африки в зоне пониженного давления. Теплые воды, прогревшиеся до плюс 28, заряжают его энергией. Набирая силу, ураганы начинают перемещаться в западном направлении, по узкому коридору — так называемой «аллеи ураганов». А в конце аллеи что? Правильно — Карибы. Тропическим штормам и ураганам Всемирная метеорологическая организация с 1950-х годов дает собственные имена. Сначала имена присваивались исключительно женские. Интересно почему? А начиная с 1979 года такой чести удостоились и мужчины. Каждые шесть лет имена повторяются. Но самые грозные, самые смертоносные ураганы вошли в историю под оригинальными именами. Мощность ураганов оценивается по шкале Софира Симпсона. Она основывается на скорости ветра и включает оценку штормовых волн в каждой из пяти категорий. Минимальный, умеренный, значительный, огромный и катастрофический. И согласно статистике такая категория с 1924 года присваивалась только 35 ураганам. И это всего 4% от всех ураганов Атлантики. Первый ураган пятой категории в 1924 году получил имя Куба. Это первый ураган такой силы, который был зарегистрирован официально. Скорость ветра при этом превышала 252 км в час. Из истории наблюдений метеорологи наблюдают не очень хорошую картину. С каждым десятилетием ураганы становятся чаще и сильнее. Так, например, в 2005 году был зарегистрирован рекорд 15 ураганов с двухнедельным периодом, между ними самыми сильными из которых была Рита, Вильма и Катрин. И по официальным данным Катрин погубила 1836 человек. Помимо этого Карибское море не слабо потряхивает время от времени. Острова Вест-Индии входят в состав Антильско-Карибской области складчато-геосинклинального пояса Кордильер, сохраняющего высокую вулканическую и сейсмическую активность. Последнее особенно наблюдается в расположенном к северу от Пуэрто-Рико и Виргинских островов жёлобе Пуэрто-Рико. Исследования показывают, что с 1670 года в регионе произошло 13 землетрясений магнитудой более 7 баллов. Одно из самых разрушительных произошло не так давно — в 2010 году в районе острова Гаити и унесшее жизни 222 тысяч человек. В августе 2021 года произошло очередное землетрясение — самое разрушительное на планете за этот год и опять-таки недалеко от Гаити. Ученые опасались за угрозу возникновения цунами, но это мне кажется перебор для бедных гаитянцев, хотя человек против стихии бессилен и остается надеяться, что таких потрясений будет поменьше. Делаем выводы, что красивая картинка великолепных островов иногда таит в себе невидимую угрозу. Но мы теперь подготовлены и пришла пора услышать истории и легенды о Карибском море. И они неразрывно связаны с пиратством, но пираты появились не сразу. Название Карибского моря происходит от Карибов — группы индейских народов, проживавших на Антильских островах в период их открытия европейцами в 15 веке. И интересно отметить, что поначалу испанские завоеватели исказили название этих племен и стали называть их каннибалами. Название каннибалы произошло от Каниба — имени, которым называли обитатели Гаити, жители Багамских островов до Колумба и означало «храбрый». А в наши дни все прекрасно знают, кто такие каннибалы. В 1492 году первая экспедиция Христофора Колумба высадилась на Багамах, так что изначально Христофор открыл не Америку, а Багамы. И в свою очередь он пребывал в полной уверенности, что открыл новый путь в Азию. На острове, получившем название Испаньола, ныне Гаити, было основано первое испанское поселение, положившее начало вековому господству Испании в регионе. С 1506 по 1511 годы с участием Эрнана Кортеса и Диего Веласкеса острова Испаньола и Куба были завоеваны, а местное население превращено в рабов. Регион Карибского моря превратился в площадку торговли новыми для Европы товарами. Но был один нюанс. В самом начале 15 века, когда корабли Христофора Колумба вошли в акваторию, окружающую Антильские острова, и объявили открытые земли, названные Вест-Индии, собственностью испанской короны, и по проложенному водному пути сюда устремились конкистадоры, испанские колонизаторы и завоеватели. Испания хотела единолично распоряжаться сокровищами Нового Света, закрыв Карибское море для других государств. Такая позиция испанцев не понравилась правительствам Англии, Франции и Голландии. Они тоже хотели получить свою долю сокровищ Нового Света. С их легкой руки получило развитие такое явление как каперство. Власти держав организовали команды флебустьеров, снабжали их кораблями и оружием. Корсарам выдавали каперские свидетельства, официально подтверждавшие их полномочия. То есть капера можно было считать полномочным представителем государства. Так и появились знаменитые карибские пираты, чьи имена вошли в историю и обросли таким количеством мифов, что уже трудно разобраться, где правда, а где вымысел. Но самым известным пиратом был Фрэнсис Дрейк. Знаменитый капер, ставший капитаном в 18 лет. Первый англичанин, совершивший кругосветное плавание. Его именем назван пролив между Огненной землей и Антарктидой. Дрейка называли любимым пиратом королевы. Ведь королева Елизавета лично прибыла на корабль Дрейка, вернувшегося из кругосветного путешествия, и посвятила его в рыцари. Также был знаменит Генри Морган, англичанин, пират и конечно же капер, апофеоз карьеры, вице-губернатор Ямайки. И это самый кровавый и жестокий пират Карибского моря. На его счету больше потопленных кораблей и разоренных городов, чем у любого другого морского разбойника. Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода бесчинствовал в Карибском море в 1713-1718. С именем Тича связана легенда о том, что все награбленные сокровища он прятал на необитаемом острове. Роберта Льюис Стивенсона это и подвигло на написание великолепного приключенческого романа «Остров сокровищ». И еще много знаменитых пиратов было известно в то время. К 17 веку пиратство на Карибах приняло такие масштабы, что период с середины 17 века до первой половины 18 назвали золотым веком пиратства. Пираты представляли в то время не разобщенные банды, грабившие отдельные суда, а мощную, умелую и отлично вооруженную военную организацию, названную Береговое Братство. Основными базами пиратов служили остров Тартуга и Порт-Ройал. Испанцы не раз предпринимали попытки уничтожить Тартугу. Их попытки увенчались успехом только в 1694 году. Ну что же, о пиратах мы поговорили. Пришло время поговорить о флоре и фауне. И начнем мы с мезоамериканского барьерного рифа. Это уникальное явление природы. Он считается вторым по величине после австралийского большого. Начинается барьерный риф у северной оконечности полуострова Юкатан. Проходит вдоль восточного побережья Центральной Америки и оканчивается в прибрежных водах Гондураса. Общая протяженность рифа 965 километров. Самая длинная часть около 300 километров и называется Белисским барьерным рифом. Ожившая мечта дайвера Белисский риф представляет сложную систему прекрасных пещер и гротов с уникальной экосистемой. С 1996 года резерваты Белисского барьерного рифа занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под охраной находятся семь морских заповедников. Помимо этого есть интересный природный объект. Крупная голубая дыра, расположенная в центре Лайтхаус рифа, атолла в составе Белисского барьерного рифа. Дыра представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра. И именно там, но не в воронке конечно, а на барьерном рифе сконцентрирована растительность и животный мир. А вообще в Карибском море жизнь кипит. Те же кораллы занимают по объему около 9% от мирового числа. Карибские рифы напоминают грандиозные подводные сады, где вместо деревьев растут водоросли и морские травы. Подводные коралловые сады — одна из природных достопримечательностей Карибского моря. А кто не знает кораллы или коралловые полипы — это крохотные примитивные морские кишечно-полосные животные и селятся они чаще колониями. В тропических морях они формируют коралловые рифы и атоллы, ярко окрашенные во все оттенки желтого, красного и коричневого цветов. Вот только для этих природных созданий настали тяжелые времена. Биологи констатируют массовое разрушение, гибель и обеспечивание кораллов. Особенно пострадали кораллы Карибского моря и Мексиканского залива. Кораллы растут очень медленно, поэтому такие масштабные повреждения не проходят для них бесследно. А мы переходим к лугам и пастбищам Карибского моря. Всего на подводных лугах Красного моря растет 7 видов водорослей. Самые большие площади занимает таласия черепаховая. Второй по численности вид — ламантиновая трава. Этот вид морского растения, принадлежащего к семейству цимодовые. Распространены в водах Карибского моря голодулы. Эти водные растения формируют морское дно и повышают стабилизацию среды обитания за счет постоянного роста побегов и образования корневищ. Луга морских водорослей функционирует как инкубатор для молодых мальков рыб. Они обеспечивают укрытие от хищников и снижают конкуренцию с другими видами. Также служат пищевым ресурсом нескольких видов рыб, беспозвоночных морских обитателей и ламантинов. В Карибском регионе зарегистрировано 600 видов птиц, 163 из которых эндемичны для региона, например, тоди, кубинский шилоклювый дятел и пальмовый чекан. Из эндемиков 48 видов в связи с катастрофической вырубкой лесов на островах находятся под угрозой вымирания. Пуэротериканский Амазон, Кубинский Погоныш, Кубинский Крапивник. Над открытым морем можно встретить фрегатов и фаэтонов. Карибское море приходится домом 450 видов животных. Здесь можно увидеть 40 разновидностей акул. Карибскую рифовую, шелковую, голубую, мака, большую белую, акулу быка, тигровую и громадину китовую акулу, которая в отличие от своих зубастых родственничков безопасна и питается в основном планктоном. Обитают здесь и скаты меченосцы. В Карибском море водятся такие удивительные рыбы, как морской дьявол, она же манта, рыба ангел, рыба хирург, рыба-попугай и рыбы-бабочки, мурены и тарпоны. Есть, конечно, и дельфины – афалина, крупнозубый дельфин, длиннорылый продельфин, узкорылый дельфин, малая и карликовая касатки, короткоплавниковая гринда и серый дельфин. Присутствуют, но уже в малом количестве популяции синего и горбатого китов, полосатика идона малого полосатика Сейвала. У побережья Ямайки обитают исчезающие ламантины и кашелоты. А что можно сказать насчет амфибий? А то, что все 170 видов амфибий, обитающие в регионе, являются эндемичными. Ареалы практически всех представителей семейства жабок, древолазов, квакши, свистунов ограничены каким-либо одним островом. Рептилии Карибского региона, представленные 500 видами, причем 90% тоже эндемики. На островах обитают несколько видов циклур, широко распространен острорылый крокодил. В регионе представлены несколько видов морских черепах. Зеленая черепаха, биса, кожистая черепаха, атлантическая ридлея и оливковая черепаха. И опять-таки некоторые виды находятся под угрозой вымирания. Их популяция, по оценкам исследователей, сильно уменьшилась 17 века. Число зеленых черепах снизилось со 100 миллионов до 300 тысяч особей, а бис с 11 миллионов до менее чем 30 тысяч. Некоторые виды исчезли совсем, некоторые находятся на грани вымирания. Да что там черепахи? Человек оказывает такое негативное воздействие, которое может иметь необратимые негативные последствия. И Карибское море не исключение. В целом антропогенное воздействие можно свести к следующему. Нефтяное загрязнение. Ежегодно в Карибское море попадают сотни тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Огромное количество различных кислот, солей, миллионы тонн твердых веществ, тара, бумага, стекло, пластмасса, полиэтилен. Бытовое загрязнение. Это мусор, канализационные стоки. Ежесуточно в океан попадает огромное количество веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии. Неконтролируемый безмерный вылов рыбы и других животных региона. Вырубка остатков лесов на островах. Все это в целом пагубно влияет на косистему Карибского моря. Проблему с кораллами хотят списать на глобальное потепление. А мне кажется, ответ лежит на поверхности. Человечеству нужно хорошо подумать и в первую очередь начать с себя. Например, с проблемой пластикового мусора. Потребитель должен заставить себя использовать многоразовую тару. Магазины перестать экономить и отказаться от дешевой упаковки. Предприятиям нужно заново возродить очистку и возвращение в эксплуатацию стеклянных емкостей. А большому бизнесу наступить на горло в своей жажде наживы на пластиковых изделиях. И сугубо в теории это возможно. На практике же будем надеяться на хорошее. Ведь те же коралловые рифы считаются аналогом наземных тропических лесов, дающих приют и пищу огромному разнообразию видов. Конечно, можно думать, что какой-никакой животный мир морей и океанов сохранится. Выживут глубоководные рыбы и другие существа. Но этот мир будет другим, не похожий на существующий сегодня. И как он будет выглядеть, сказать не может никто. Природное богатство Карибского моря, изученное не более чем на 10%. Поэтому здесь постоянно работают исследователи, биологи, океанологи и просто энтузиасты, мечтающие сделать великое открытие. Кто знает сколько еще тайн хранят изумрудные воды Карибского моря. И может этим первооткрывателем будет один из наших зрителей. Пусть и не откроет Америку как Христофор, а сможет придумать, например, способ по спасению кораллов или поможет с новой системой очистки. И быть может у нас на планете еще есть надежда и хотелось бы верить, что окружающий мир будет радовать нас с каждым годом все больше и больше. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Субтитры создавал DimaTorzok